Добрый вечер, в эфире НВК Саха, программа «Не пропусти главное». Главными приметами кризиса обычно называют рост цен, падение уровня жизни и сокращение на работе. Как кризис сказывается на занятости якутян и какие меры предпринимает в этой связи правительство, об этом мы будем говорить сегодня в нашей программе. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Телефон в студии 42-38-97. Вы можете также принять участие в нашем разговоре. А сейчас я предлагаю вам посмотреть видеоопрос. Скажите, вы работаете? Нет, на пенсии уже. Работаю? Да. Да, да, да. Работаю? Да. Да, работаю. Работаем, да. Я работаю. Нет. Работаю. Да. На постоянной основе нет. Работаю. На работе. Работаю. Нет. Да. Да, да. Да, работаю. Я не работаю пока. Да. Вы работаете на частном предприятии или в госструктуре? В своем ИП. Потеря работы вам не грозит? Ну, насколько я стараюсь, настолько я ее и не потеряю. Гос. В частном. В больнице. В госструктуре. В коммерческом банке. В госструктуре работаю. В госструктуре. В частном бизнесе. В частном бизнесе. В частном бизнесе. В госструктуре. В частном. В частном. В частном. В госструктуре. В государственной. В государственной. В частной строительной фирме. То есть вам сокращение не грозит? Не грозит, ничего не грозит. Вы уже думали о том, что будете делать, если вдруг лишитесь работы? Ну, не знаю, как-то не задумывалась. Не думала. Не попаду, наверное. Тетевикон станет. Не знаю. Искать другую работу. Нет, не думал. Я надеюсь, такого не будет. Да, думала. И что? Ну, это секрет. Будем искать новую работу. Нет. Даже боюсь думать. Да, как-то не думала об этом. Не собираюсь лишаться. План есть, но не скажу пока. Нет, не думал. Я не лишусь работы. Я работаю с детьми в детском саду. Поэтому моя работа нескончаема. Дети всегда будут. Я пенсионерка. Уже заработала себе на жизнь, поэтому не очень страшно. Конечно, у меня есть подработка, есть талант. Поэтому во все оружии готовы к этому. Кризис не помеха. Все будет хорошо. Надо надеяться на лучшее. Это программа «Не пропусти главное», и мы говорим о состоянии рынка труда в нынешних экономических условиях. Добрый вечер, уважаемые гости. Гаврил Игоревич, вы только что послушали видеоопрос. Пожалуйста, прокомментируйте. Ну, видеоопрос, я думаю, достаточно позитивный, потому что, скажем так, практически все имеют какую-то работу в частном или в госструктурах. Ну, возможно, это так получилось, что выбрали какой-то вот именно момент, когда, наверное, безработных меньше там было или как, я не знаю. Но, в принципе, в целом, если говорить по ситуации на рынке труда, то она, конечно, достаточно тревожна. Хотя официальная статистика показывает, что есть небольшое снижение по сравнению с прошлым годом. На сегодня, они говорят, 34,5 тысячи безработных граждан в республике находятся. Это, например, по сравнению с прошлым годом было их порядка 36 тысяч. Идет вроде снижение, но нас беспокоят, в первую очередь, те граждане, которые к нам обращаются в наши центры занятости. На сегодня их порядка 11 тысяч и рост где-то 18% по сравнению с прошлым годом. Это получается, что наши граждане самостоятельно не могут уже трудостроиться и уже больше к нам обращаются. Это говорит о том, что есть какая-то напряженность на рынке труда. Соответственно, сама напряженность на рынке труда у нас возросла, у нас получается на сегодня где-то 1,7 человек на одну вакансию. Если 2-3 года назад у нас было на одном безработном 2 вакансии, то на сегодня, получается, у нас вакансии меньше стало. И тоже идет такая, скажем так, негативная динамика снижения вакансий. Скажите, пожалуйста, как так получается? Цифры официальной статистики говорят о том, что безработица снижается, а вы, которые люди непосредственно работаете с безработными, констатируете, что все-таки обращений стало больше. Почему тут? В чем дело? Ну, тут много может быть и субъективных, и объективных факторов влиять. Во-первых, есть и понятие, как неформальная занятость. Возможно, многие под статистику не попали, под расчеты. Есть также все-таки то, что вот, грубо говоря, из 36 тысяч безработных граждан к нам обращается всего лишь порядка 10 тысяч, да? Но если говорить о том, что к нам еще больше начинают обращаться, то вот я и говорю о том, что люди сами уже не могут трудостроиться. Ведь есть возможность по объявлениям, самому напрямую на работодателю выйти и трудостроиться. Если, скажем так, на сегодня они уже не могут, то так случилось, что у нас сегодня служба занятости, это тот последний, скажем так, возможность, куда они уже в последний момент идут в поисках работы. Таких людей, получается, у нас становится все больше, скажем, негативный такой фактор. Скажите, а какая ситуация складывается в городе Якутске? Это вот в общем по республике. Да, вот если посмотреть, конечно, и сравнить с теми годами, когда вот импризис был, да, и вот с прошлым аналогичным периодом, конечно, значит, вот вообще обращаемость, она всегда, значит, вот у нас и увеличивается, и иногда, значит, вот чуть-чуть снижается, да. Но если сравнить, допустим, значит, вот на сегодняшний день, то он вот как-то вот странно, да, по сравнению, значит, вот с республикой, он идет на снижение. Но здесь на 6%. И здесь вот я хотела бы сказать, но те люди, которые к нам обращаются, если сравнить с прошлым годом, было больше трудоустройства и самостоятельным путем, и по направлению службы занятости, да, вот на сегодня увеличилась регистрированная безработица. То есть, значит, вот если в прошлом году у нас было 0,6% уровень безработицы, то сейчас 0,7%, это на 0,1% увеличилась регистрированная безработица. И, конечно, надо сказать, значит, вот тем людям, которые на сегодня даже ищут работу любую, подходящую, это вот, так скажем, неквалифицированный труд, да, это уборщицы, вахтеры, сторожа, даже дворники и так далее. Раньше, если вот обращались в центры занятости, они могли на следующий день, да, в лучшем случае, конечно, они могли найти работу. На сегодня таких вакансий, к сожалению, в центры занятости нет в связи с переходом на аутсорсинг. И это сказывается также и на рынке труда города Якутска. Поэтому, конечно, вот на сегодня, по сравнению опять-таки с прошлым годом, у нас наоборот увеличилось число вакансий, а здесь больше стало, допустим, тех вакансий, которые вот на квалифицированный труд. И тут, получается, те люди, которые сегодня вот приходят на любую работу, которая, значит, вот им быстро трудоустроится и так далее, да, вот они, конечно, вот на сегодня начали вот опять-таки и статус безработного, да, вот признаваться и даже пособие безработицы получать, нежели раньше они сразу же трудоустраивались. И вот за счет этих граждан, которые, значит, вот к нам приходят и увеличивается вот и период безработицы, и увеличивается и во все, видимо, и по всей республике, да, тех людей, которые на сегодня остаются без работы. Конечно же, и здесь вот мы проанализировали, посмотрели, значит, вот больше стало у нас к нам обращаться уволенных по сокращению либо по ликвидации предприятия. Вот по сравнению с прошлым годом, а также число тех, которые длительно не работали, это, получается, те люди, которые раньше занимались в неформальной занятости, да, вот они начали обращаться к нам. То есть, опять-таки, это говорит о том, что на рынке труда не так все складно, и это дает, то есть на сегодня, что на сегодня нет вакансий на те работы, которые они на сегодня ищут. Ну вот мы сейчас переживаем не первый, будем надеяться, что последний кризис. Вот были у нас кризисы 2008-2009 года. Если сделать вот сравнительный анализ, какая ситуация с безработицей, вообще с занятостью была в те времена, и какая вот на сегодняшний день у нас сейчас? Да, если брать вот кризис 9-10-х годов, да, там значительно больше было безработных граждан, более 40 тысяч достигало у нас по республике. И этот спад мы с 2012 года, начался спад, когда уже более-менее стабилизировалось, и чтобы вот именно это влияние кризиса как-то сгладить, и на федеральном уровне, и на республиканском уровне достаточно большие средства выделили на программу дополнительных мер. Почти порядка миллиарда рублей было направлено по республике Саха-Якутия именно на какие-то дополнительные мер. Это и по самозанятости, чтобы те, которые уволенные, могли каким-то частным бизнесом заняться, и по временным работам, очень большой объем работы провели. Поэтому сглаживание шло достаточно долго. В течение трех лет, наверное, была динамика снижения, но вот последние два года, к сожалению, у нас вот эта динамика снижения как-то так стагнализировалась на уровне 36-37 тысяч безработных граждан. Это говорит о том, что вот этот кризис, который сейчас уже пришел, он уже начал влиять тоже. Ну, если вот нарисовать портрет сегодняшнего безработного, так в общем взять, кто это, какого статуса человек, какого может быть возраста, какой социальной категории? В городе Якутске, если портрет нарисовать, то это получается женщина с высшим образованием, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка, в возрасте от 30 до 35 лет. Средний возраст, раньше был всегда, значит, вот молодой возраст, да, и здесь получается уволенное по собственному желанию. Все-таки пока превалируют те люди, которые увольняются по собственному желанию и приходят к нам и встают на учет в целях поиска работы. И с одним образованием. Да, я не понимаю, а по собственному желанию увольняются, а потом ищут работу, а почему увольняются тогда? Или другую работу просто ищут совершенно другого профиля? Нет, почему, значит, вот здесь есть большинство людей по тем же специальностям, профессиям, но большинство людей, вот когда мы с ними разговариваем, да, они говорят, зарплата там была ниже и не устраивает то, что на сегодня им хотелось бы, да, поэтому, значит, вот люди увольняются все-таки, несмотря на кризис, да, ну, может быть, еще не кризис, да, вот для них, поэтому тут получается, конечно, тем людям, которые хотят еще лучше найти и надеются на это, да, конечно, хотелось бы сказать, значит, вот надо в первую очередь, прежде чем так уволиться, посмотреть и, конечно, значит, вот и на ситуации на рынке труда, какие для них есть вакансии, наличие вакансий, да, если у них есть интернет, у нас есть сайты, вот Зан Саха, значит, вот это департамент занятости, это по всей республике наличие вакансий, они могут посмотреть, Зан Якутск.ру, это вот по нашему сайту, да, и есть также работа в России, это вот труд всем, они также могут посмотреть по всей России, сидят дома у себя, могут проанализировать, какие есть вакансии, какие нет вакансий, а далее, значит, уже принять решение, уволиться или не уволиться. Действительно, это очень опрометчивое решение, вот так уволиться, не имея уже пока еще ничего в будущем. Сейчас действительно очень популярны вот эти сайты по поиску работы, и очень многие этим пользуются, но, к сожалению, по-моему, там подходящих вакансий, как правило, не бывает, или их очень мало. И добавить к безработным, скорее всего, это люди с одним дипломом, с одним дипломом, второго диплома, может быть. Давайте мы сейчас перейдемся на короткую рекламу, потом продолжим наш разговор. Реклама на НВК Саха. В эфире «Не пропусти главное», мы обсуждаем тему ситуации на рынке труда в республике. И какие меры предпринимает в этой связи правительство. Вот только что мы с вами поговорили до рекламы, нарисовали такой хороший портрет среднестатистического безработного. Сказали, что это женщина дееспособного возраста, в самом расцвете, можно сказать, сил, 30-35 лет, с одним дипломом. Да, это точно с одним дипломом. Но сегодня вообще-то и центр занятости, и все образовательные учреждения могут обучать, могут давать дополнительные профессии. На то и есть программа профессиональной переподготовки. Вот, допустим, когда устраиваются на работу с республикой Беларусь, они приходят в компанию «Ларусь» не с одним дипломом. У них уже семь разных удостоверений. Они и стропольщики, они и токаря, они и монтажники. И тогда, когда мы поинтересовались, почему у них так, мы посмотрели сайт образовательных организаций. У них с седьмого класса начинается уже профильное обучение. С седьмого класса они уже начинают давать какие-то рабочие профессии. И, соответственно, вся Беларусь, это строительные фирмы, на них держатся, и они у нас как бы эту нишу занимают. Поэтому на сегодня каждый может и должен получать, не останавливаться на своем образовании, получать... Особенно молодые люди, у которых все впереди. Особенно молодые, да, которые все впереди, дальше обучаться и получать несколько образований. В нашем колледже также всегда мы говорим студентам, вы не должны выходить с этого колледжа с одним дипломом. Вы должны иметь несколько к нему и квалификации рабочей профессии. Это их будущее, это их гарантия. Это что касается рабочих профессий. Но если человек имеет одно высшее образование, никто ему не мешает получить и второе, и может быть и третье образование. Все дороги, как говорится, открыты, было бы желание, да? Лилия Михайловна, у вас как? Ну, я хотела бы дополнить, что сейчас в рамках майских указов президента Российской Федерации при образовательных профессиональных учреждениях создаются многофункциональные центры прикладных квалификаций, которые должны обеспечить как раз непрерывное образование до 65 лет, когда незанятые люди или люди, которые хотят сменить направление своей деятельности, они могут переобучаться, профессиональная переподготовка. И добавлю, кстати, вот своего коллегу Клару Абрамовну, что при нашем многофункциональном центре мы предоставляем своим студентам, очникам, например, и заочникам льготное обучение при нашем же многофункциональном центре. И с первых лет обучения в техникуме даем установку на то, что конкурентно способен будет тот специалист на рынке труда по окончании техникума, когда он выйдет на рынок труда, тот, у которого как раз-то и будет один, например, диплом специалиста среднего звена, и дополнительно за период учебы он получит 2-3 рабочие профессии. Тогда он будет действительно, ну как-то что ли, более защищен от подобных социальных потрясений, скажем, связанных с кризисом, безработницей, сокращениями и так далее. Можно добавить? Да, конечно. Есть одна такая проблема, когда наши молодые ребята после выпуска вузов, особенно в высших учебных заведений, и приходят на предприятия промышленные особенно, да, и просто там они говорят, вам нужно пройти не просто как менеджер пришел или управление, а надо пройти рабочие профессии. Тогда наши ребята говорят, а что мы 5 лет учились там, на высшие и прочее, мы не пойдем рабочие, тем более мы не знаем и не учились, да. Вот здесь вот эта проблема как раз возникает, когда вот если были у них какие-то и среднеспециальные дополнительные образования, то они начали бы там с бурильщика какого-то, и потом уже по карьере вырасти уже до соответствующего топ-менеджера или кого-то. Вот это проблема есть, и работодатель всегда нам на это указывает. И рабочие специальности, они очень хорошо оплачиваются? Конечно, там высокооплачиваем, там более 150-10 тысяч. Давайте послушаем телезрителей, у нас есть звонок. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я состою на учете по изработке, и хотела бы... Алло. Да-да-да, мы слышим вас, говорите. Да-да-да. И хотела бы получить грант, открыть свой АИП, заняться своим... Ну, у нас в деревне нету работы, и я бы хотела заняться своим предпринимательским деятельностью. Но мне сказали без всяких, что нужно для этого иметь обязательно сертификат о основе предпринимательства. Обязательно ли оно, если я имею высшее образование? И именно хочу... У меня юридическое образование, я хочу открыть именно вот юридические услуги. Спасибо. Спасибо. Вот хороший вопрос. Мы как раз хотели эту тему тоже обсудить. Какую помощь оказывают тем, кто хочет открыть свое собственное дело? Да, ну, телезрительница вопрос задала. Это, получается, у нас в Меган-Кангласский район, да? Во-первых, да, вот это не грант, а субсидия на открытие своего дела. Оно, получается, через нашу службу занятости составляет 82 тысячи рублей. Но тут надо понимать, что это все-таки будет конкурсный отбор. И поэтому всегда ставится вопрос о том, чтобы человек, который хочет заняться бизнесом, он еще бы прошел какой-то вот курс именно по основе предпринимательской деятельности. Я понимаю, что вы готовы по своей профильной специальности идти, как юрист, но надо знать, когда начинаете открывать, как индивидуальное предпринимательство становится, то надо понимать, что надо знать и другие законодательства, и бухгалтерию какую-то вести первоначальную, чтобы сдавать декларации. Поэтому я считаю, что вообще-то даже полезно и необходимо учиться, но это необязательное требование. Но на конкурсе будут смотреть, кто обучался, и, во-первых, и социальная значимость этого проекта они будут смотреть. Поэтому желательно, конечно, вам пройти эти курсы. Тем более, думаю, центр занятости вам должен был предложить эти курсы на бесплатной основе. То есть сертификат необязателен? Необязателен, да. А скажите, пожалуйста, вот эту субсидию, она правильно же так называется, субсидию на открытие собственного дела, она предоставляется по итогам, скажем, прошлого года. Сколько человек ее получили? Сколько обратились, а сколько получили, чтобы мы понимали? Если по республике взять, то у нас в прошлом году субсидии получили порядка 200 безработных граждан. Обращений было, конечно, больше. Но тут тоже ежегодно мы эти субсидии выдаем. У нас есть анализ, когда вот уже в некоторых районах уже смотрим, что конкурсов все меньше. Это получается, что мы не все, ну как бы нету там уже, скажем так, такого рынка, где можно развивать бизнес. Или же, например, наша сумма достаточно ограничена, 82 тысячи. На сегодня это не тот объем средств, которым можно сделать стартап, возможно. Но это для первоначального небольшого бизнеса это достаточно хорошие средства. А далее уже он начинает развиваться, и уже по линии Министерства предпринимательства они уже начинают получать дополнительные какие-то субсидии, участвовать в конкурсах, кредиты получают. Мы с ними тоже имеем соглашение. Поэтому это не говорит о том, что он только у нас получит, а дальше уже идет развиваться. Ну конечно, с малого начинает, а дальше все в развитии идет. А скажите, кто вот, если так вот говорить, кто в основном попадает сейчас под волну сокращений? Все-таки мы не можем об этом не говорить. Сокращения идут на предприятиях, в учреждениях, также и в бюджетной сфере. Все это понятно, потому что времена сейчас такие. Но кто в основном сейчас? Вообще, если говорить по сокращениям, то в последние два года, по сравнению с 2019-2013 годом, резко увеличилось количество сокращений. Во-первых, это, конечно же, по оптимизации, по то, что на аутсорсинг переходили. А сегодня у нас буквально, скажем, на март месяц у нас порядка 436 предприятий изъявили о том, что они в течение года сократят 2500 своих работников. По факту на сегодня у нас по итогам, скажем, трех месяцев 1116 уже сокращено. Это не просто рабочие места, это именно люди сокращены, которые работали. Но по сравнению с прошлым годом, тут есть небольшое снижение все-таки темпов. Уже говорят о том, что не такой большой вал пошел. Но в целом это у нас идет основные, это у нас горнодобывающие компании, потом сфера образования и сфера услуг у нас. В основном это вот эти отрасли, где идет на сегодня по нашему анализу сокращение. А если говорить о причинах сокращения, что можно тут отметить? Здесь, если брать анализ по республике, то два, как скажем, направления. Во-первых, это аутфорсинг до сих пор еще продолжается. Это в основном в наших государственных или федеральных каких-то учреждениях. Вывод непрофильных, скажем так, услуг. Это вот в основном обслуживание там и прочее. И если смотреть по количеству предприятий, то количество предприятий увеличилось, а внутри просто по одну, по два, по три идет сокращение. Это идет, скорее всего, оптимизация. Здесь, скажем, все-таки кризисными явлениями. Поэтому и видно, что и вакансий меньше, и идет сокращение тоже. Давайте еще послушаем телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня тетя на днях обращалась в Центр занятости и ей сказали, что нужна санитарная книжка. Это у вас на любую работу надо при устройстве, да? Мария Николаевна. В Центр занятости, если обращается человек в целях поиска работы, мы требуем, это только паспорт. Если имеет инвалидность, тогда, значит, индивидуальную программу реабилитации, да? Если, допустим, значит, конечно, человек ранее работал и обучался и так далее, здесь, конечно, дополнительно имеет право он предъявить этот диплом, то есть документ о персонале квалификации, также это трудовую книжку. Это вот эти вот, по этим документам мы смотрим и, конечно, значит, подходящую работу определяем, да? И справка о среднемесячной заработной платы с последнего места работы вот для определения, опять-таки, условий труда, да? И здесь санитарная книжка – это не обязательный документ. И здесь, когда, значит, вот работодатель в своих требованиях говорит о том, что должен этот человек, работник, ну, будущий, да, иметь санитарную книжку. И здесь, конечно же, либо сам работник это проходит, либо иногда вот есть у нас прописано даже в трудовом кодексе, да, о том, что это если обязательно для этого предприятия, то работодатель должен оплачивать медицинский осмотр и должен человек тогда проходить и потом трудоустроиться. И, конечно же, те вот у нас в целях поиска подходящей работы вот эти вот документы, да, а вот для признания безработным, чтобы выплатить, опять-таки, ему пособие и безработица, здесь вот в обязательном порядке 4 документа. Это паспорт, трудовая книжка, документ о профессиональной квалификации и справка о среднемесячной заработной платы, вот 3 месяца по последнему месту работу, да? И если человек ищет работу впервые, тогда, значит, вот достаточно того, чтобы паспорт и документ о образовании или квалификации. И если имеет инвалидность, вот как я сказала, ИПР должен иметь. Скажите, пожалуйста, а каков размер сейчас пособия по безработице? Пособия по безработице в городе Якутске это 1190 рублей, это минимальный размер, и 6860 рублей, это максимальный размер, да? Конечно же, вот опять-таки вопрос станет, кому же назначается максимальный, кому же назначается минимальный размер? Тем людям, которые вот впервые ищут работу, те, которые длительно, вот более года не работали, да, вот этим людям, и которые имеют до предшествующего начала безработицы менее 26 календарных недель оплачиваемой работы, им вот назначается минимальный размер. А всем уволенным, кроме вот их, то есть, значит, у них, если есть более 26 календарных недель оплачиваемой работы, им назначается пособие в процентном отношении от заработной платы, но не выше 6860 рублей. Получается так, потолок вот у нас, да, это вот на основании... Хорошо, давайте мы сейчас еще сделаем короткий перерыв на рекламу, а потом продолжим наш разговор. Реклама на НВК Саха. Это программа «Не пропусти главное», и мы говорим о ситуации на рынке труда республики. У нас в студии Георгий Николаевич Федоров, глава Устьянского УЛУСа. Скажите, пожалуйста, а какая ситуация у вас складывается с занятостью вашего населения? Ну, кризисные явления, как таковые, у нас пока незаметные, а так в целом-то традиционные колебания сезонные. То есть, у нас весной уменьшается число безработных, осенью увеличивается. Ну, такое сезонное колебание традиционное, из года в год она идет. Ну, в свое время это было, как бы, промсезон, навигация, прочее. Ну, сейчас рыбный промысел, и это последние годы сбор мамонтовой фауны, она занимает достаточно много народу. И в самом районе у нас еще до сих пор чувствуется влияние миграционного, миграционное влияние. То есть, по весне люди уезжают, и как бы, вот, и она тоже свой эффект дает уменьшение численности безработных. Ну, в последнее время, вот, в связи с повышением эффективности бюджетных расходов, аутсорсинг, оптимизацией, вот это, она свой вклад тоже начинает потихоньку давать в увеличении численности безработных. Ну, аутсорсинг она и сразу дает, хотя пытаемся как-то приноровиться, но, тем не менее, вот такая ситуация у нас наблюдается. Ну, самое ежегодное, это у нас весной уменьшается, осенью добавляется. Вот, поэтому сейчас численность населения маленькая, 7,5 тысяч где-то, поэтому более-менее стабильная. И количество безработных в районе, у нас в районе 200 человек почти неизменно. Вот сейчас упадет она до 190-195, в осени где-то наберем 210-202 работных, которые, ну, в принципе, наверное, принципиально не хотят работать. Ну, есть и такая категория, которая действительно принципиально не хотят работать. Есть принципиальная категория, это где-то человек 110-120, наверное, ну, и есть категория, которые ищут работу. Ну, вот с той, я, наверное, соглашусь, вот с портретом средней, да, вот действительно, она на сегодня безработица больше имеет женское лицо, да. Ну, она связана многими факторами, и, как правило, это, ну, что греха таить, можно говорить о том, что женщина с несовершеннолетним ребенком, это однозначно. Однозначно. Вот. Поэтому, ну, тем не менее, вот этот, то есть, безработица в нашем районе имеет больше женское лицо. Так, а части наличия вакансий, у нас вакансий тоже достаточно, тут дисбаланс получается, то есть, нам требуется, допустим, здравоохранение, образование, люди с высшим, средним, специальным образованием, к сожалению, этой категории нету, а костяк безработных составляют люди, как правило, неполным средним образованием, средним образованием, без никакого специального образования. И поэтому сейчас вот управление образованием, школы, отрабатываем таким образом, чтобы наши выпускники школ, они не должны оставаться, ни один человек не должен, по идее, оставаться. Я такую задачу ставлю, чтобы человек, обучившийся, выехал после школы, получил специальность, он уже какое-то конкретное направление, цель имеет. А если он остается в районе, тем более в селе отдаленном, да, это действительно, ну, потенциальный, стопроцентный... Будущий безработный, да? Будущий безработный. А скажите, много ли молодежи остается вот так в селах, в челуусе? Нет, ну, вот последние годы мы ежегодно анализ ведем, где-то 6-8 человек, ну, где-то наполовину это парни, которые четко решили уйти в армию служить. Ну, больные есть, ну, по уважительным причинам. В последние годы действительно вот и народ понял, и ребята понимают, что надо учиться. Можно добавить? Конечно. А вот по ситуации в районах, да, сейчас распространено понятие аутсорсинг, перевод на аутсорсинг, но на самом деле, вот, допустим, это понятие, что организация передает определенные функции другой организации, которая специализируется по данной области, да? Сейчас что происходит в основном? Происходит сокращение работников. Работника увольняют, и нет никакой гарантии, что этот работник устроится в аутсорсингую компанию. А в районах и селах нашей республики таких компаний, скорее всего, нет. Если в городах есть большие города, и вообще понятие аутсорсинг пришло с больших городов, где, вот, допустим, какие-то большие компании передавали функции компьютерные, или какие-то помойки стекол, небоскребов, да, передавали, и этим они сами не занимались. А у нас что происходит? Увольняют человека, он остается без работы, никаких гарантий. Если даже он будет принят в аутсорсинговую компанию, да, то он теряет все социальные гарантии. Потому что те положения коллективного договора, которые были в той организации, они на него уже не распространяются. А аутсорсинговая компания, она создана не для того, чтобы социальные гарантии, социальные гарантии, которые предоставляют, она создана для того, чтобы получать прибыль. Ну и зачастую аутсорсинговые компании, как показывает практика, не заключают в том числе даже трудовых договоров, да. То есть это говорит о том, что теряют и бюджеты, соответственно, по отчислению НДФЛ, пенсионные отчисления не производятся, не производится отчисление фонда социального страхования и иное. То есть аутсорсинговые компании по факту прячут, да, это получается, неформальная занятость. Получается, пополняют просто вот этот неформальный сирт. Или бывает даже так, да, вот человека увольняют, не сокращают, увольняют, да, по его согласию и принимают обратно в эту же организацию, на эту же должность, но уже по договору гражданско-правового характера. То есть по договору услуг, но хотя это постоянная работа, то есть трудовые отношения. Что является трудовым отношением у нас сейчас? Чтобы не путать трудовой договор и договор гражданско-правового характера, да. Если человек осуществляет свою работу личным трудом, никого там не привлекает, ни сухоподрядчиков, ни других лиц, да. Потом, если он использует материалы, оборудование, кабинет, место работы своего работодателя, потом подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, он табелируется. Это все, даже если он работает по договору гражданско-правового характера, это является трудовым отношением. И это уже со стороны работодателя является нарушением норм трудового законодательства. Да, я вот хотела бы согласиться с коллегой. Действительно так, сейчас в настоящий момент и все коллеги, которые присутствуют в зале, да, Центр занятости населения, Департамент занятости населения поддерживает все-таки. Сейчас ведется очень большая работа в связи с тем, что поручения правительства Российской Федерации существуют о выведении нелегальной занятости, то есть теневой занятости непосредственно в сферу законодательства Российской Федерации. То есть мы должны не только выявить, но и легализовать тех лиц, которые у нас заняты именно в этом секторе. Сейчас проводится в течение 2015 года, в течение 2016 года также подписано соглашение между субъектами Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости, Рострудом, соглашение о продлении срока его с определенными, скажем так, контрольными показателями. И эта работа проводится не только на территории Республики Саха-Якутия, но также на территории всей Российской Федерации. Поэтому в эту работу включены абсолютно все районы, Государственная инспекция труда, органы исполнительной власти Республики Саха-Якутия, ну и также Департамент занятости населения, Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. — Гаврил Игоревич, я вижу, что вы хотите что-то сказать. — Конечно, я добавлю. С прошлого года федеральное правительство, конечно, очень большое внимание этому уделило, потому что по их расчетам очень много, конечно, идет, уводится, скажем так, налогов и в пенсионный фонд, и в другие соцстрахфонды. По нашей республике они считают, что порядка 100 тысяч работающих граждан не платят эти пенсионные износы. Поэтому по соглашению с Республикой Саха-Якутия нам о ней контрольный показатель установили 34 115 человек выявить. По итогам прошлого года мы совместно с правительством нашей республики, совместно с муниципальными выразованиями провели очень большую работу и выявили порядка 19,5 тысяч таких граждан. Из них мы, как сказали, легализовали и оформили в соответствующем требовании до законодательства трудоотношения порядка 12 тысяч граждан. Но работа в этом году тоже продолжается, достаточно большой объем, конечно, граждан мы должны выявить. Они фактически явно где-то есть, поэтому совместно есть с муниципалитетом и, главным образом, с нашими отраслевыми министерствами ведем работу, потому что они у себя в отрасли могут сказать, где, в каких направлениях могут быть эти, скажем, предприятия или неизвестные предприятия заниматься вот такой вот нелегальной деятельностью. Но при этом же аутсорсинговые компании-то привлекательны для трудовых мигрантов? Для них это привлекательно. Ну, не обязательно, почему для трудовых мигрантов? Сейчас и миграция тоже в этом же она растет. Республика все равно, она тоже привлекательна. Да, о чем же говорится. Мы все равно для мигрантов наша республика привлекательна. Значит, есть где-то ресурс, трудовой ресурс? На сегодня, кстати, по привлекательности республики для мигрантов я еще поспорю, потому что на сегодня, скажем так, по итогам прошлого года, если мы смотрим, то количество иностранных граждан намного снизилось. Для этого есть, скажем так, искусственные сдерживающие факторы. Такие как, например, максимальный патент по российской университете, нам только единственный субъект, это наша республика Сахая приняла. 7 056 рублей обязаны ежемесячно платить в бюджет иностранных гражданин. А, вот это вот и есть, это как раз вот такой рычаг регулирования, да, вот этих миграционных процессов. Ну, к сожалению, есть другие моменты, да, изменения законодательства федерального, о том, что по Евразийскому союзу, да, вот, например, есть ряд стран, которые уже не подпадают под эти, скажем так, ограничения. Это у нас, получается, Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения. И основной у нас поток, конечно, Армения и Киргизия, это вот строительный блок, да, вот они как раз без ограничений могут уже трудиться на территории республики, как граждане Российской Федерации. Вот у них нет ограничений. Вот тут есть. Я хотела бы добавить, что вот буквально на прошлой неделе у нас в Алданском районе прибывали как раз руководитель департамента занятости Степан Иванович Москвитин и заместитель председателя правительства Дичковский Алексей Прокопьевич как раз по подписанию договоров с нашими предприятиями золотодобывающими, это Алдан Золото ГРК и Золото Селегдара, именно по договорам по трудовой мобильности. И конкретно были озвучены цифры, которые эти предприятия готовы принять в качестве граждан, которым будут предоставлены подъемные средства и средств бюджета, я понимаю, да? Люлия Михайловна, извините, мы сейчас еще вынуждены прерваться на короткую рекламу, а потом продолжим рекламу на НВК САХА. Эта программа «Не пропусти главное» и мы говорим о ситуации на рынке труда республики. Люлия Михайловна, вот вы начали говорить о программе, которая работает в республике, называется «Трудовая мобильность граждан». Чуть подробнее об этой программе. Вот, ну, значит, согласно этой программе из бюджета республики предусматриваются средства на переселение из ресурсоизбыточных районов именно в промышленные районы. И в частности, значит, подключились наши предприятия, золото добывающие нашего района, в частности, Алдан Золото, горнорудная компания, золото Селегдара, которые уже сегодня хоть незначительное количество, но все-таки принять и трудоустроить к себе на работу. Но там есть, конечно, определенные требования и условия. И здесь, наверное, должны в какой-то степени подключаться и мы, профессиональные образовательные учреждения, при наших многофункциональных центрах прикладных квалификаций, проводить профессиональную подготовку, если есть необходимость повышения квалификации. И если вообще смотреть тенденцию, что у нас, несмотря на кризисные моменты, обучающихся в нашем многофункциональном центре становится все больше, и, как правило, люди идут сами учиться за свои собственные средства. Например, самые сегодня у нас востребованные курсы профессионального обучения – это машинист погрузчика, машинист конвейера, значит, машинист бульдозера, экскаватора. Это сейчас у нас самые востребованные курсы, на которые идут переобучаться. Потому как это, хотя рабочие профессии, но они очень высокооплачиваемые именно в горнорудных компаниях. И они всегда найдут себе работу, не останутся без работы. Скажите, пожалуйста, а вот ситуация, например, другая. Человек, предположим, не может найти работу в городе, вот ищет, да, в городе. Есть ли возможность предоставить ему вакансию в Улусе или, может быть, за пределами нашего вообще региона? И какую в этой связи помощь могут оказывать службы занятости? Здесь, если не нашли работу, вот, подходящую в городе, тогда есть еще программа у нас переезда и переселения безработного гражданина в другую местность для трудоустройства, да. При этом, вот, при переезде это временная работа, то есть, значит, когда безработный гражданин на основании заявки, то есть, вакансии, значит, вот, да, переезжает в другую местность, вот, тогда служба занятости ему оплачивает проездные. То есть, это мы туда и обратно оплачиваем наим жилья до трех месяцев, и человек может работать, значит, вот, уже наим жилья ему полностью будет обеспечено, да, оплачено, и потом, значит, вернуться на свою родную, значит, вот, землю, то есть, в город Якутск. Если это переселение, это когда безработный гражданин на совсем переселяется в другую местность, это в Улусы, это даже в другие города, да, значит, вот, республики, либо, значит, вот, Российской Федерации, при этом также ему будут оплачены транспортные расходы, в том числе и провоз багажа до пяти тонн, также это единовременная финансовая помощь, 500 рублей, это на каждого члена семьи, и также суточные, то есть, значит, вот здесь вот опять-таки по направлению он едет, он будет трудоустроен, он будет, вот, обеспечен хотя бы, значит, вот, транспортными расходами этой службой занятости. Здесь мы рассматриваем, вот, варианты, как я сказала, значит, вот, да, по республике Саха, также вот через работу вот в России, да, вот, портал, также находим работодателя, выходим на этого работодателя и можем, вот, у нас есть очень хорошо сейчас вот работает вообще вот скайп, да, и по скайпу они, значит, разговаривают, переговариваются, и когда окончательно уже работодатель говорит о том, что этого человека я беру на работу, мы направляем его по направлению службы занятости, при этом все вот эти вот мы оплачиваем. Ну, тут надо действительно подчеркнуть, что это только по направлению именно центра занятости, службы занятости. Если человек самостоятельно возжелал поменять место жительства и нашел работу где-то, скажем, в другом регионе, в этом случае, конечно же, это уже не подпадает вот под эту программу. Тут хочу добавить, да, конечно, есть сложности, наверное, психологические или социальные, когда человек хочет жить у себя на селе или где-то и там работает, но, к сожалению, мы живем в рыночных условиях, и поэтому надо с реальностью все-таки смириться, и то, что нету там рабочих мест, то, к сожалению, надо думать о том, что куда-то надо ехать или переезжать, да, вот то, что начали рассказать по программе трудовой мобильности, то, что наш департамент разработал, там три направления. Это вот на переселение на постоянную работу, да, вот если берем села, промышленность с семьей, прямо человек переезжает на постоянную основу, и бюджет наберет на себя расходы как по проезду семей, так же на первоначальном этапе помогаем с арендой жилья, чтобы он закрепился на месте, это очень такой важный фактор, и плюс какие-то подъемные средства, для того, чтобы он на месте на новом закрепился. Второе направление – это временные работы, участие на сезонный, не секрет, что многие наши крупные предприятия из-за пределов республики очень много трудовых ресурсов возят, и при этом у нас в республике достаточно высокий уровень безработицы, и граждан, молодых ребят, поэтому мы тоже ставим задачу, чтобы какие-то рабочие ресурсы тоже привлекали именно на сезонные места. И третье направление, которое мы все-таки в правительстве доказали, и они приняли, это стажировка молодых специалистов. Всегда стоял вопрос о том, что берут на работу только со стажем и прочее, а молодые специалисты, к сожалению, выпадали. Вот этот вопрос мы сейчас будем решать тем, что будем заработную плату в размере минимальной зарплаты выплачивать, плюс еще стоял всегда вопрос о том, что кто будет с этим молодым специалистом работать. Это отвлекать основного работника надо, и поэтому для наставника, у нас есть программа наставничества, чтобы ему тоже возмещали материально, и тогда работодатель уже, скажем так, был бы заинтересован этого стажера взять, посмотреть, поработать с ним, и уже там будет возможность ему закрепиться уже на предприятии. Эти механизмы мы сейчас начали, уже соглашение начали подписывать. В Хангаласском у нас Якутцемент, вот, как сказали, в Алдай у нас два золотодобывающих компаний, в Неринге мы подписали с углодобывающей компанией Калмар и Солроса. Также сейчас тоже планируем ряд крупных предприятий, и Якутцин Эльгем еще подписали тоже, и они готовы участвовать на сегодня. Есть уже заранее с Русон самих работодателей. Если раньше этого не было, то сейчас это есть, и поэтому, я думаю, достаточно. Мне так хорошо, потому что занятость молодежи – это очень большая проблема. Вы уже это отметили, что для работодателей важен стаж, а не даже образование, какое образование человек получил. Прежде всего, стаж, опыт работы. Ну а где же этот опыт брать, если везде требуется с опытом работы? Скажите, пожалуйста, в Государственную инспекцию труда обращаются, наверное, и работодатели тоже, также и те, кто оказался уволенным, сокращенным. Вот чаще всего с какими заявлениями к вам обращаются, с какого рода претензиями может быть? Ну, в основном, если исходить из статистики 2015 года, конечно же, наибольшее количество обращений – это было по задержке заработной платы, по задолженности по заработной плате, окончательного расчета. Если говорить о сокращениях, то сейчас по итогам, скажем так, квартала, по неким итогам квартала 2016 года, хотелось бы отметить, что участились именно обращения работодателей по вопросам консультирования, непосредственно связанного с сокращением должности на предприятии. То есть для того, чтобы не допустить нарушения трудового законодательства, работодатель уже заранее начинает продумывать, каким образом, в какие сроки установлены, какие они, эти сроки установлены, как провести верно именно процедуру сокращения, дабы не породить в дальнейшем нарушения трудового законодательства, ну и, соответственно, спора. Да, которые зачастую у нас приводят в суд и приходится выплачивать у него стойку. То есть для работодателя это достаточно дорого. И можно сказать, что в данном случае это указывает о добросовестности некой работодатели, потому что есть даже такие, которые приезжают прямо лично, на личный прием, у которых действительно инициатива не нарушить. Поскольку сейчас все-таки о нарушениях трудового законодательства мы уделяем очень большое внимание. И если говорить о штрафных санкциях, штрафные санкции достаточно высокие. Поэтому для работодателя это достаточно накладно заплатить надзирающему органу штраф при наличии очевидного нарушения трудового законодательства. Кроме того, в случае, если уже порождается как бы индивидуальный трудовой спор, в судебном порядке платить неустойки и за время вынужденного прогулы и прочее. А скажите, пожалуйста, вот как уволить или сократить должность, уволить человека и соблюсти законодательство трудовое? Соблюбление норм трудового законодательства нужно не только при трудоустройстве, допустим, заключении трудового договора, но и при увольнении. Допустим, при увольнении в связи с сокращением численности или штата работников работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие в размере ежемесячной средней заработной платы. А также заработникам сохраняется средняя месячная заработная плата до трех месяцев. А в исключительных случаях, если он трудоустроился в течение одного месяца, на учет стал, не был трудоустроен, то среднемесячная заработная плата сохраняется на четвертый, пятый, шестой месяц. Он обратился в орган службы занятости? В орган службы и по решению органа службы занятости такое решение принимается до шести месяцев. Да, до шести. Сохраняется среднемесячная заработная плата. На четвертый, на пятый, да, на шестые месяцы. И потом, да, многие вот эти вопросы, которые и по вопросу занятости, и предоставления прав гарантии работникам, они могут решаться и могут регулироваться именно включением в коллективный договор. Поэтому мы, когда работаем с организациями, предприятиями, мы всегда рекомендуем, чтобы включали раздел о занятости работников. Гаврил Игоревич, буквально два-три слова завершить наш разговор. Хочется сказать, что несмотря на кризис, наши службы занятости готовы предоставить услуги, их порядка более десяти госуслуг, они бесплатные, начиная от поиска подходящей работы. Если не нужно найти подходящую работу, то можем переобучить. Если даже и переобучили, то, соответственно, мы можем трудостроить как переездом или же переселением. Программы разные. Да, программы разные. Спасибо. Я благодарю вас, что вы приняли участие в нашей программе. Всего вам доброго. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. Будьте здоровы. Будьте здоровы.